Хочу сейчас разрезать еще одно мое изделие. Это сыровяльная шея. Вялилась и солилась она у меня два месяца. Пробуем, разрезаем. В пиалу насыпаю соль экстра мелкого помола. К ней же прибавляю мясницкую соль, старты изикюр и антиокислитель жира. Все эти продукты продаются в интернет-магазинах для колбас. Я покупала в магазине Ем колбаски. Если вы хотите вялить мясо недолго, 2-3 месяца, то можно обойтись без антиокислителя жира. Я хочу отправить свое мясо вялиться месяцев на 6. Еще мне понадобится чудо-рукав или чудо-пакет для вяления. Теперь на стерильном столе, я его простерилизовала спиртом стерильными руками, я втираю всю полностью посолочную смесь в кусок мяса. Укладываю мясо в чудо-пакет, стараюсь максимально выгнать воздух из этого пакета и завязываю. Обязательно прикрепляю бирку, на которой указываю дату засолы. Так как чудо-пакет у нас дышащий, и чтобы влага не испарялась во время засола, я укладываю его в обычный целлофановый пакет. В таком виде отправляю в холодильник на пару недель для того, чтобы мясо просолилось. Все эти две недели мясо периодически переворачиваем и массируем. В этом чудо-пакете сейчас очень много мясного сока. Как только весь этот рассол впитается, можно будет доставать его из целлофанового пакета и оставлять в холодильнике на завяливание. Ну а сроки завяливания от двух месяцев. Все зависит от вашего терпения и желания. Такую шею я уже делала в начале видео, показан ее итог. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok